Скажите, вы были здесь? В правомайке? Да. А что вы видели? Мы когда пришли только на Куликово поле, как бы сзади спины ничего не видели, только услышали крики, что бегут ультрас. И была команда всем бежать в здание, потому что они бежали со всех сторон, так говорили, что бегут со всех сторон, и нам деваться просто не было. Ну здание, это в первую очередь, это наверное как, ну так нам показалось, что как бы защита какая-то, оказалось наоборот. Мы забежали в здание и побежали на крышу, были такие комментарии, что на крыше были провокаторы, там никого не было с красными повязками, там все были люди такие же, какие мы, посторонние, и непосторонние, по каким-то другим идеологическим каким-то проблемам, и как бы мотивам по своим. Но там никого не было из провокаторов. А что ли сделали на крыше? Был свободный доступ на крышу? Ну потому что как бы здание еще не горело. Когда мы туда забежали, и где-то спустя минут пять, как мы поднялись на крышу, вот тогда начался пожар, то есть мы не видели как он начался. Вот, это уже потом по сфоткам, по роликам было видно, что они кидали как-то или молдовые, да, они долетали до третьего этажа. Вот, и здание начало гореть. А нам фактически мы даже не высовывались, потому что мы у снайперов были везде. Мимо нас летели пули, нормальные пули, настоящие, поэтому нам не было смысла вылазить оттуда. Как вы потом спустились в крышу? Ой, мы, короче, были самые последние. Нас около двух часов ночи очень долго уговаривали. Конечно, мы потом поняли, зачем нас уговаривали, оттуда спуститься. И уговаривала непосредственно милиция. В доме профсоюзов было очень много трупов, не 45, как описано. Было более 160 трупов, в подвале было очень много трупов. Они хотели заместить следы, поэтому они нас оттуда просто умоляли, чтобы мы спустились, пугая нас то, что они сейчас уедут, придут правосеки и нас спалят на крыше. Вот, а потом уже до нас дошло, зачем они нас оттуда как бы спускали. Они нас спасали называется. Мы вас вывезем на автовазе в город и всех отпустим. Обманули, верить вообще никому нельзя. Они нас привезли на Преображенскую. Там мы оказались сепаратисты, бандиты. Мы устроили беспорядки, подожгли здание. Оказывается, тут даже не пострадавшая сторона была. А мы оказались самыми настоящими преступниками. Нас паяли две статьи до 15 лет. Потом пришли активисты, нас отстояли. Вот, и нас девочек как бы выпустили, а мальчиков уже как бы штурмовали здание, выпустили на следующий день, потому что их хотели вообще в Киев вывезти. А с Киева у нас никто не возвращается. Я не знаю куда-то. Я правильно понял, против вас сейчас судебное дело или не правильно? Да. Против нас открыли уголовное дело по двум статьям. Вот. До 15 лет. Знаете, у нас был большой шок, когда мы пришли сюда вчера к зданию, что оно вообще открыто для общего доступа. Мы вообще этого не знали. И нам сказали, что уже на второй день можно было заходить в здание. Это ведь место преступления. Почему такое допускают? Ну так вот, ни расследования, ничего не было. Хотя заказчики тут и представлены, ну, и простому человеку понятно, кто это все заказал, и зачем все это было сделано. Да все верхушки. Все верхушки, которые кормятся еще с более больших верхушек. Скажите, вам поступали угрозы правосектора или других радикальных? Ну, когда отпустили, мы пришли домой, и в Фейсбуке поступила такая информация, что буквально после того, как нас отпустили, пришел правосектор, и они взяли штурмом РОВД и забрали все списки, кто был задержан. То есть нам поступили прямые угрозы, что придут домой и с нами расправятся. Поэтому мы прятались как могли. В данный момент, ну, страшно даже возле милиции проходить, потому что мы там все поменяли свой внешний облик, ходим в очках, на улице фактически не появляемся, потому что мы под преследованием. То есть, дело 2 мая, расследоваться здесь не будет. Это будет 100%. Ну, кого судить? Турчинова или нашего ГУРВИС? ГУРВИС, за кого судить? Кто их осудит в данный момент? Может, когда-то будет справедливость, но не в данный момент? Нет. Оружие у них было море. Мы просто, как говорится, мы тут стояли, вот на мирных митингах у нас вообще ничего не было абсолютно. Люди, которые просто в панике позабегали в этот дом, потому что остаться на улице было довольно-таки небезопасно. Они забивали людей на осмерть. При том, что не один там калашматил, они набегали кучами на одного человека и били до, у нас, допустим, депутат Маркина, его просто добили. Добили, он спасал девочек от пожара, а его просто добили палками. До смерти? До смерти. До смерти. Да, его даже до больницы не довезли. Можете представить, что тут творилось с простыми людьми. То есть, все люди были без оружия, у нас ничего не было абсолютно. При том, что в здании травили каким-то газом, дым был настолько едким, невозможно было дышать. Он валил клубами, я не знаю, что это надо было жечь, вообще слышно было, что это на Майдане химики разработали какое-то вещество. Вот, они кидали это с коктейлями Молотова, и поэтому вот такие вот люди просто падали за живу. Они падали без сознания, они потом, когда ворвались из здания, они просто потом уже добивались, сжигали, девушек насиловали, а потом убивали. То есть, это жуть была. При том, что ходили корреспонденты, все это дружненько снимали, просто с профессиональными камерами, все это было видно, никто не стеснялся и показывал, то есть, видимость брата опознала только по кортке и по ремню. У него полностью было все тело, кроваво-черное, руки и голова полностью спали до неузнаваемости. То есть, они сжигали людям только верхнюю часть лица, чтобы не было видно. Вот все, что они делали. То есть, люди просто лежали, может быть, без сознания, и они их поливали этой какой-то жидкостью горящей. И видно, люди приходили в сознание, и вот за руками только руки и лисы у всех поженные. Все. Кажется у вас откуда вот эти фотографии уже об угленных тел, которые буквально на следующий день появились на интернете? Неизвестно. Может быть ночью, может быть утром ранним они снимали. Мы вообще хотели дождаться утра, чтобы утром приехали корреспонденты. Вот они нас слезно упрашивали. Мы вас никуда не отвезем, отвезем вас в город и отпустим. Но нас обманули. Нас просто обманули, завезли в РУВД и сделали нас виноватыми. У них не было, видишь ли, приказа ловить ту сторону. И на следующий же день на Александровском проспекте гуляли их правосельки с автоматами, с оружием по улице. И мы им говорим, что есть такие сведения. У нас нет приказа. Но люди, которые ты совершили, они не из Одессы? Или вы так не можете сказать? В этот день был футбол. Приехал один поезд с пассажирами, с фанатами. Я не знаю кто там был. Вот эти вот товарищи, которые здесь все громили и убивали людей. Они приехали в этом поезде. Плюс поезд был дополнительный. Кем-то оплаченный. Понимаете? Кем быстрее всего Коломойским. Вот. Потому что он сильно в этом был заинтересован. И были слышны его телефонные разговоры. О том, что он именно непосредственный заказчик всего этого. Побоище здесь именно. В Одессе. И были автобусы. Огромные автобусы. И даже не настолько сколько там было ультрас. Был правый сектор переодет в ультрас. Вот. Девочек очень много было. С символикой правого сектора. Которые делали здесь коктейли молотого. Мы с вами лично их видели с крыши. Тут вот. Они сидели в этой полянке. Вот здесь. У вас тут фотография, которая курсирует по интернету. Это не фальшивка. Где они воно на фресклевке? Нет. Это не фальшивка. Мы лично видели. Они вот здесь вот сидели на этой полянке. Вот здесь вот. И буквально вот здесь вот на асфальте. Они разливали эти коктейли молотого. То есть преступников никто не ищет? Никто не ищет. И никто этим не будет заниматься. Абсолютно. И ни один, наверное, не задержан? Ни один. У них нет приказа. У них просто не было приказа их арестовать. Они явные преступники, которые ходят по городу. В данный момент в городе их в санаториях полным-полно. Просто полным-полно. Я вас предупреждаю. Будьте аккуратны. Вот. И все на это закрывают глаза. Все абсолютно.